В прошлые годы, когда проран был, вода уходила быстро. Но в этом году и воды много. За 40 лет ни разу. У нас полдома воды. Сейчас вода уходит? Не уходит вода. Вода стоит на месте. То есть проран тот не помогает? Не помогает. Надо взрывать плотины. Потому что она очень сильно укреплённая, и она очень высокая. Критическая ситуация складывается в селе Комсомольское Балаковского района. Здесь, в зоне подтопления, оказались жилые дома. Ночью вода прибывала очень быстро. И теперь в некоторые домовладения нельзя зайти. Водичка начала поступать вчера вечером поздно. Первая информация пришла, что пошёл приток воды. Максимально ухудшение ситуации произошло ближе к утру. Сегодня пиковые значения, практически пиковые значения по реке, которая у нас проходит в районе населённого пункта Комсомольское, ситуация начала ухудшиться. Ряд близлежащих домов имели подтопление. Сюда выехала оперативная группа. Несмотря на то, что вчера был проделан водопропускной канал, он был недостаточный. И сегодня было принято решение данный канал увеличить, чтобы была пропускная способность на данное плотение пропуска воды, талых вод, чтобы она была увеличена. То есть максимально расширить этот канал, чтобы было сделано. Такого объёма воды в Комсомольском ни местные жители, ни спасатели, ни сотрудники управления ГОИЧС не припомнят. Некоторые дороги в малые населённые пункты поблизости перелиты. По новой бельковке нужно сделать так, связаться со специалистом, смотреть, есть ли там заторы и за льда. Но их, как правило, при таком течении не должно быть. Больше таких плотин ниже по течению нет у нас. У нас там везде, в принципе, всё будет переливаться и уходить спокойно. Вот теперь нужно контроль осуществлять. Если есть спад, это хорошо. И дальше по течению смотрим, есть ли проблемы с ледяными заторами. Если их нет, то это 2-3 дня вода начнёт уходить. Местные жители не покидают зону подтопления. Им необходимо спасти домашних животных, которые оказались в водном плену. На помощь сельчанам приходят спасатели. От эвакуации люди пока отказываются. Если требуется, мы готовы предложить их переселить, эвакуировать на то время, пока не спадёт вода. А куда эвакуация происходит? Мы можем и в Балаково, и в Новые леса. То есть это пункты временного размещения. Пока не такая сложная, но уже тревожная ситуация складывается и в другом селе Боково-Трокского муниципального образования. Из Новополиводина стали поступать первые сообщения о повышении уровня воды. Те гидротехнические сооружения, водохранилища на реке Маянга, которая идёт с Марса района, и там была ещё водопропускная система, канал был, который сейчас не детства, тоже водичка оттуда пошла. Сейчас мы выезжаем на место, смотрим ситуацию в Новополиводина. Уже на месте службы ГОО и ЧС определяют, какие меры необходимо предпринять, чтобы последствия паводка были минимальными. Марк спустит воду, и здесь будет перелив. Будем с осознанно с дорожником подготовить гравий, который на более уязвимом месте можно будет подсыпать. Такие случаи были, перелив через эту дорогу был, подсыпали гравием, грунтом, чтобы, как я сказал, вот это дорожное покрытие немножко приподнять. Но всё будет зависеть от воды, которая пройдёт с Марса. Паводок в Саратовской области сейчас находится в активной фазе. С каждым часом увеличивается количество сёл, находящихся в зоне подтопления. Уже сейчас значительный подъём уровня воды наблюдается в Балаковском, Дергачёвском, Ершовском, Азинском, Питерском и Фёдоровском районах.